Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня» и с нами сегодня Валерий Мартынов, наш коллега из города Ульяновска. Валерий, доброе утро! Доброе утро, Игорь! Доброе утро, коллеги! Давайте перейдем к демонстрации рабочего стола. Давайте посмотрим, как мы начинаем эту неделю. И, конечно, начнем с «Газпрома», с «Газпрома» начнем. Так, что же у нас здесь «Газпрома»? Закрытие произошло ниже уровня 140, но, к сожалению, может быть даже к счастью, открытие происходит выше 140 уровня, и цена пытается опять дальше пойти вверх. Здесь вот этот вот широкий боковой диапазон получается 150, 135, даже вот так вот где-то вот этот вот диапазончик. В этом диапазончике, скорее всего, цена еще будет ходить, ну, как минимум, наверное, до апреля-мая месяца. Вот так вот где-то вот потом, значит, совет акционеров будет или еще что-то, то есть на сильно фундаментальной новости может быть выстрел, потому что, скорее всего, объем недостаточен, набран недостаточный для дальнейшего движения вверх 150, чтобы пробить 150 и закрепиться выше. Поэтому здесь, скорее всего, вот такой вот широкий боковой диапазон. В «Газпроме» я сижу, выходить не выходил из этих акций, дальше продолжаю удерживать позицию. Что касается текущих уровней, как я уже говорил, брать можно на любых уровнях, только единственный момент – брать без плечей, без стопов и определенный небольшой процент от депозита. Поэтому здесь можно даже за уровень 137,5, вот здесь вот где-то можно поставить стопы на случай, если все-таки цена пойдет ниже, до уровня 135, если заходить большим объемом. А без плечей, небольшим объемом здесь, собственно, как я уже и рекомендовал, ниже вот этой вот шпильки можно. Это дневной график «Газпрома». Теперь давайте перейдем к срочному рынку. Первый инструмент, также по традиции, это у нас нефть-бренд. Вот, часовой график. Здесь у меня широкий такой диапазон получился. Вот я его покажу. Это 68 и 64. Вот в этом диапазоне, скорее всего, цена и будет двигаться. Ну, текущий фьючерс, он останется в этом диапазоне, а затем может быть выход из этого диапазона и стремительное движение. Я пока придерживаюсь такого мнения, что 68 еще может быть протестирован на текущем фьючерсе, и дальше уже пойдет уровень, тест уровня 70. Потому что 64, как видите, несколько раз цена от него отскакивала, и потом только пошла дальше вверх. То есть потенциал для роста здесь сохраняется и очень хороший. Если посмотреть тот же самый дневной график. Дневной график. Также вот здесь, как видите, уровень 64 и 68 безоткатное движение вверх, безоткатное вниз. Ну, и здесь попытка также была безоткатного движения. Но вот, во-первых, запасы нефти сильно помешали дальнейшему росту. Но, тем не менее, как видите, уровень 64 остается как уровень поддержки. Шпильки только пробивают, но все тела свечей закрываются выше этого уровня. Поэтому здесь перспективы дальнейшего роста есть по данному инструменту. Это дневной график нефти Брэнд. Оставляем 60-минутный график и переходим к следующему инструменту. Это доллар-рубль 60 минут. Здесь я на прошлой торговой неделе в покупках стоял по данному инструменту. И сейчас объясню почему. Потому что, во-первых, вот две зоны надо отметить. Вот, две зоны, от которых цена отскакивала. Минимум до уровня 57. То есть, я заходил в лонг от данного уровня 56-500. И цель у меня была 57-500. Где-то вот так вот закрепиться. То есть, как минимум, одну фигуру пройти. Как видите, здесь также движение, попытка была до 57. Но, тем не менее, вот за максимум марта месяца, я думаю, что могла бы цена дойти. Но, к сожалению, этого не произошло. И вот на уровне 57, после нескольких, так скажем, ложных пробоев, плюс ко всему фундаментальные данные пятницы, сильно изменили положение быков. И поэтому произошел отскок. Пришлось закрыть все позиции. Часть оставшихся позиций. Но, тем не менее, сделка была в плюсе. Поэтому здесь что можно ожидать? Здесь можно ожидать на часовом графике. Здесь вот я показал 56. Движение дальше до 56. Если 56 500, не устоит, как уровень поддержки. Хотя, говорю, вот несколько раз уже отскакивало от этого уровня. Может быть, и в этот раз отскочит. Но, так скажем, перспективы очень туманны. Проще сходить еще ниже. То есть, забрать объем на текущих уровнях. Те, кто набирали для роста. И потом только, ну, может быть, ложным пробоем пойти дальше вверх. Поэтому здесь пока укрепление рубля. Цель 56. Но здесь я пока только после закрепления, если 56 500 будет, уже буду рассматривать продажи. Дневной график. На дневном графике тенденция, если взять с июля месяца, идет укрепление рубля относительно доллара США. И плюс ко всему, вот последний минимум, после обновления минимума, отскок идет. Если учитывать вот на дневной графике вот эти вот шпильки, то есть показывать дальнейшие движения еще на большее укрепление рубля относительно доллара США. Ну, текущий контракт, я считаю, что до 56 может еще дойти. Ну, а здесь уже будет или же такой же вот ложный пробой и отскок, или же консолидация. Плюс ко всему выбора президента. Поэтому это также тоже скажется на данном инструменте. Поэтому вот я считаю, что вот такая вот перспектива на предстоящую торговую неделю по данному инструменту. Что касается РТС, 60-минутная графика. У РТС перспектива только или еще раз протестировать уровень 130, или же протестировать и отскочить, или же пробить его и закрепиться выше этого уровня. Потому что несколько попыток были уже, очень такие стремительные, мощные, подойти к уровню 130, но постоянно был отскок. Если немножко сузим график, то, как видите, уровень 130, он уже на протяжении нескольких месяцев выступает как уровень сопротивления. Больше как сопротивление, не как поддержки. Поэтому здесь вот разыграется вся баталия, вся битова на уровень 130. Как будет себя цена вести? Возможно, как и на прошлой неделе, то есть цена немного не дошла до уровня 130 и практически отвесно полетела вниз. Возможно, продолжение, повторение такого же сценария. Плюс ко всему фундаментальные данные по нонфармам тоже не более суток действуют на рынок. Поэтому, скорее всего, вечерняя сессия или сессия уже после дневного клиринга может уже послужить сигналом на коррекцию. Но опять же, это надо смотреть, как будет себя цена вести. Текущий уровень разворот возможен, и на текущий уровень разворот. Но опять же, нужно все-таки а во что-то оттолкнуться. Вот стенка, преграда, уровень 130 – это и является уровнем, от которого цена должна отскочить. Итак, на дневном графике что у нас здесь может быть? На дневном графике здесь тоже такая картина. Боковая больше динамика, уровень 128, сильный тут уровень, и 130 здесь также выступает, как уровень сопротивления. То есть между этими уровнями идет противостояние. То есть какой уровень быстрее будет пробит, и закрепляться будет цена. Там уже и будет, и мы увидим дальнейшее движение по данному инструменту. Пока здесь я уже высказал свою точку зрения, то есть уровень 130. На этом уровне может быть остановка. По Сбербанку, по 60-минутному графику здесь продлить просто нужно уровень поддержки. который у нас пришел с февраля месяца максимум. Начало февраля. Вот видите, зеркальный уровень, как видите. Цена не пробивает этот уровень. То есть ложными пробоями, ложными пробоями. И вот последний торговый день, практически все часовые свечи закрылись над уровнем 27200. и потом уже цена пошла вверх. Ну, плюс ко всему фундаментал. Здесь больше всего на рост повлиял как на РТС, так и на Сбербанк, нефть, фундаментальные данные. нон-фарм. То есть данная новость может уже быть отыграна, как я уже и говорил. Если перейти на дневной график данного инструмента, ну, пока тенденция сохраняется. Если, например, взять тот же самый внешний бар, то идет, опять же, закрепление. не переписали вот эту вот свечу действия. Опять же, идет две трети этой свечи, идет консолидация, и поэтому может продолжиться дальнейшее движение. Желательно, желательно, конечно. Я вот лично буду брать от 27200, потому что этот уровень очень такой сильный, зеркальный уровень. Текущий уровень 27600, но очень большой стоп получается. Поэтому, если он и сработает, то достаточно большие потери будут на счету. Пока только рассматриваю по данному инструменту Ланги. Шартов однозначно нет. По фьючерсу Газпрома, так как базовый актив у нас отскочил от минимумов, которые были на прошлой торговой неделе здесь, лежащие два уровня, это 13900 и 14400. я их просто продлил. Как видите, цена от этих уровней, тем не менее, отскакивает. Вот, собственно, эти уровни, откуда они пришли. 13900, откуда пришел. Вот, это был максимум декабря. пробой состоялся и вот закрепление. То есть, здесь, опять же, цена на полпути до уровня 14400, поэтому здесь, скорее всего, продолжится движение. Как, собственно, в базовом активе, широкий боковой диапазон. Вот, примерно все, что я хотел сказать по основным инструментам. Ну, дневной график, если того же самого «Газпром» посмотреть, ну, как видите, тоже есть предпосылки для дальнейшего роста. Если есть какие-то вопросы, коллеги, то, пожалуйста, задавайте. Хорошо. Спасибо большое, Валерий. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Валерий, как у вас прошла первая декада марта по доходности? Сами довольны? Ну, так скажем, были и минусы, были и плюсы. Работаем, работаем. Небольшие достижения были. Я понял вас. То есть, все более-менее нормально, так скажем. Ну, так скажем, и минусы были, и плюсы тоже были на счетах, и сейчас на текущих счетах они есть, поэтому работаем, работаем. Ясненько. Хорошо. Как ожидаете, как будете действовать перед президентскими выборами на этой неделе? Чего ожидаете в этой связи? Или вообще ориентируетесь и работаете как обычную рабочую неделю? Знаете, если учитывать, так скажем, очень важные новости, очень важные события, для России, для российского рынка, то, скорее всего, будет больше спекулятивного здесь, как сказать, торговли на рынке. Поэтому работать буду с осторожностью, со стопами. Ну, то есть, длинные позиции оставлять не буду. Однозначно, через выходные тоже оставлять не буду. Никаких позиций на срочном рынке. На акциях у меня остаются позиции. Вот. Поэтому работать с осторожностью. Я понял. То есть, ожидание повышенной волатильности и, соответственно, повышенная осторожность – это вот такая важная реакция. Да, да, да. Поэтому, возможно, вот длинных трендов на этой неделе и не будет, на которых можно так прокатиться. Я думаю, что спекулятивную торговлю больше будет. Я понял вас. Спасибо. Илья Бондарев пишет. Взгляните на АФК-систему из Северсталь. Если получится сейчас посмотреть, то давайте попробуем. Северсталь, дневной график. Так, Северсталь, дневной график. Здесь у меня только отмечен уровень 770. Здесь боковая динамика. Здесь вот уровень 900. Он из рук у руки переходит. Давайте его также отметим. Уровень 900 по Северсталь. Вот. Как видите, он и уровень поддержки, и сопротивления. Ну, если закрепляется ниже уровень 900, то ближайшие движения, ближайшие движения по данному инструменту я считаю, что 770. Вот почему? Потому что этот уровень уже проходили без остановки. Даже если посмотреть вот февраль-март прошлого года, также без остановки. То есть закрепляются. Здесь попытки были пойти вверх, но скорее всего продавцы не набрали достаточный объем для дальнейшего движения, поэтому сейчас очередная попытка идет опять закрепиться ниже уровня 900. Вот как-то так вот. и второй инструмент. АФК-система. АФК-система. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас вот она система. Часто вот это свистый, да? Да, очень редко после всех перипетий, которые произошли здесь вот. Вот, что здесь можно? Дневной график также. то есть первая цель 5 рублей. Пока, пока, вот первая цель больше здесь максимально. Почему 5 рублей? Как видите, вот здесь вот уже был в восьмом году 5 рублей, потом вот в 14-ом 14-ом году 5 рублей, то есть может еще продолжить снижение. Ну а так, если рассматривать технические точки зрения, ну вот видите, здесь встречаются такие вещи, как ГЭПы. ГЭПы это тоже своего рода уровни поддержки и сопротивления, которые могут и дальше не пускать цену. Вот. В ГЭП она может вот зайти, вот видите, последний ГЭП, который был такой сильный очень. То есть цена зашла сюда в ГЭПе, в ГЭПе протестировалась и идет вверх. Но опять же этот ГЭП может и запросто быть как уровень сопротивления. Если здесь еще небольшой можно взять ГЭП, который был очень маленький был ГЭП здесь. Вот так вот, например, если взять вот он. Вот он. так же как уровень поддержки. То есть есть шансы, есть, но опять же среднесрочная перспектива, долгосрочная больше покупать данный инструмент. Но у меня нет в портфеле данного инструмента. поэтому я тут и очень редко на него смотрю. Поэтому вот такая где-то перспектива. То есть 12, то есть он может упасть практически в два раза, если с текущих уровней брать до пяти. Это минимум до пяти. Максимум. Для дальнейшего роста это надо думать о закреплении выше уровня вот этого 20, где было сильное снижение. То есть до этого ГЭП опять же. Ясненько. Поняли вас, Валерий, спасибо. Ну и давайте итоговый вопрос ответим. Игорь Екатеринбург, Валерий, все на часовике устояло, поддержка снова. Лонг будете рассматривать, если и второй час? Если взять, брать часовой график, давайте туда вернемся. так, так, все устояло. Если устояло, это очень хорошо, очень хорошо, но надо еще подождать как минимум, как минимум три свечки. Я буду ждать часовые, если смотреть. Если на пятиминутном графике, так, пятиминутный график здесь, ну, здесь пока еще сложно сказать. Час, закрывается, даже не дошли до урна, 56,500, можно, можно рассматривать, но опять же, если рассматривать лонги, я тоже буду рассматривать лонги, то стоп надо ставить вот за этот уровень, стоп за уровень 56,350, вот где-то так, если рассматривать лонги. ну, пока еще надо посмотреть, пишить не стоит. Я понял вас, хорошо, спасибо большое, Валерий, вам за ваши обзоры и ответы на вопросы, хорошего дня, удачи на рынке сегодня. Спасибо за внимание, коллеги, всего хорошего, до свидания. До свидания. До свидания.